Экономика. Бизнес. Финансы. Программа Экономика. Заявлением о банкротстве завода обратилась компания 911. Затем кредитор дважды менялся. Также в дело вступил еще один кредитор, а затем заявлением о банкротстве обратился и сам завод. Программа Экономика. Сроки представления областного бюджета перенесены. В регионе приостановили действия отдельных положений закона о бюджетном процессе. Как пояснили в Министерстве финансов, это связано с тем, что изменились сроки подготовки федерального бюджета. Это напрямую коснулось регионов, так как для того, чтобы сбалансировать областной бюджет, необходимо знать, на какие суммы из федерального можно рассчитывать. Теперь проект бюджета региона на рассмотрение и одобрение в правительство области можно направлять до 25 октября. Губернатор должен его вносить в ОЗС не позднее 1 ноября. Торговый центр вокзала планируют открыть к 1 декабря, хотя еще весной собственники здания планировали открыть его в августе, пишет навигатор. Стройка на Комсомольской 42Б началась еще в 2012 году. Тогда некая компания Полина получила разрешение на строительство склада. Спустя несколько лет стало известно, что это будет торговый центр. Шел даже поиск арендаторов, однако мэрия не согласовала смену профиля. Возобновилось строительство этой весной. Прежний состройщик передал объект подрядчику компании КЧУС за долги. Тогда же стало известно, что городские власти разрешили перепрофилировать здание под торговый центр, который получил название «Бум». Курсы валют на сегодня – доллар 62 рубля 59 копеек, евро 69.12. Далее информация от наших партнеров. Новые правила для торговых сетей и поставщиков действуют уже три месяца. Теперь со всеми поставщиками должны быть единые договоры, ограничены вознаграждения за объем приобретенного товара и его продвижения, определены новые составы правонарушений. С чем приходится сталкиваться предпринимателям? Как работать в новых условиях поставщикам и продавцам? Как снизить риски получения штрафа? 20 октября на эти вопросы ответит адвокат Московской коллегии адвокатов Яковлев и партнеры. Наталья Костина проводит семинар для предпринимателей. Он состоится в офисе компании «Консультант Киров» и будет посвящен изменениям в законе об основах регулирования торговой деятельности в России и новеллам Кодекса об административных правонарушениях. Программа «Экономика» 101FM